Привет, YouTube! Ну что, соскучились по странному, позорному и слегка отбитому контенту? Ну тогда получайте новую порцию за шкваров недели. И начну с жесткой темы – обвинения в расизме. Причем случилась редкостная комба. Всего за несколько дней на одной истории попались сразу трое селебритис. Ну а начала скандальный движ блогер Яна Левенцева. В своих сториз она устроила опрос, предложив подписчикам решить, на кого же она похожа, когда спит. Внимание на экран, варианты ответа. На алкашку, на бомжиху, на бурятку. Викторина, конечно, интересная, но сочетание вариантов ответов, ну, как минимум, немного странное. Не оценили его и подписчики Яны, а их у нее на минуточку почти полтора миллиона человек. Мол, лучше бы ты и дальше продолжала выкладывать красивые фоточки с конями, чем шутки юмора шутить. И давай ее песочить в директе. И так бедную девушку достали, что пришлось оправдываться. Вот только Яна не нашла ничего лучше, как свалить все на своих аккаунт-менеджеров. Типа, это не я. Это они поставили в один ряд алкоголиков, людей без определенного места жительства и буряток. Но все же, сорян, ребята. Эта сториз была выложена в 2 часа ночи по Мексике, пока я спала моей командой. Пока у меня ночь в Мексике, я заранее с вечера скидываю весь материал для своей команды, которая начинает его оформлять и выкладывать в утреннее время по Москве, потому что я в это время сплю. Естественно, я осознаю всю ответственность, так как материал был опубликован на моем профиле, а не на чем-либо еще. Я категорически против любой дискриминации любых народов, и я хотела принести искренние извинения от лица себя и своей команды за то, что материал, опубликованный в моем профиле, мог кого-то обидеть. Яна просто проспала дискриминацию в своем профиле. Ну, что делать? Бывает. Но ответственность все же взяла, и это хорошо. И так бы и остался этот скандал в пределах одного аккаунта, если бы не подтянулись коллеги. Вон, Анфиса Чехова тоже решила зачем-то сравнивать себя с бурятской женщиной. И сравнила себя, мягко говоря, не совсем удачно. Как-то я пошла к одному врачу. Сейчас мы тебе, говорит, гиалуроночки подколем. И он мне литр этой гиалуроночки как туда вкачал. Куда, в скулы? Вот сюда. И я просто стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла на себя смотреть в зеркало. Я ненавидела свое изображение, так что была не я. Вся эта прелесть прозвучала на многомиллионную аудиторию в эфире телешоу, которое Анфиса, собственно, и ведет. Самая жесть в том, что Чехова почему-то на этом не остановилась и тоже пустилась в сомнительные сравнения несчастных буряток с алкоголичками. Если вдруг человек склонен изначально к отекам, то это просто гиперболизируется, и утром ты просыпаешься не как бы даже бурятская, ты просто как... Как алкоголица, сбитая своим сожителем. Я каждое утро подходила, алкоголичка, вот серьезно. А ведь у Анфисы есть опыт ведения шоу, балансирующего на грани фола. Причем балансирующего весьма успешно. Но в данном случае скандала избежать не удалось. На ведущую обрушился поток хейта, причем резонанс был такой мощный, что телеканалу даже пришлось удалить выпуск сайта. Ну а сама Анфиса была вынуждена публично извиниться за сказанное. Дорогие друзья, дорогие бурятские женщины, я сегодня не спала всю ночь. Простите меня, пожалуйста, дуру грешную, готова понести наказание. Глупость, которой я лякнула, она никоим образом не соответствует моим мыслям. Честное слово, я не вкладывала в эту фразу никакого смысла. Это знаете, как слово паразит. Я как раз наоборот очень ценю женщин абсолютно разной внешности, разного веса, возраста, разной национальности. Всегда топила и выступала за то, что все мы разные. И это здорово, и это классно. Но на извинениях история не закончилась. Дальше Анфиса решила пригласить буряток на кастинг для рекламной кампании своего магазина одежды. Следующим лицом нашей коллекции станет красивая бурятская женщина. И вроде все так складно получилось, но волна негодования в сети не утихает. Анфису продолжают стыдить и даже обвиняют в профессиональной некомпетентности. А уполномоченная по правам человека в Бурятии из-за этого даже обратилась в следственный комитет с требованием проверить слова Чеховой на предмет расизма. Вот вам и развлекательная передача. Ну а пока пояс под названием «Тупо шутим про расы и национальности» далеко не ушел, в него успел запрыгнуть комик Азамат Мусагалиев. Причем запрыгнул случайно, его скорее даже забросило волной прямиком из 2014 года. Именно тогда и вышел его комедийный скетч. Вот только на этот раз досталось якуткам. Это видео завирусилось на ТикТоке в конце июня. Дошло до того, что якутские активисты забросали Азамата злобными обращениями. В ответ тот решил на всякий случай извиниться. Честно говоря, я искренне удивился реакцией на то, что является выдумкой, по сути. Эта шутка является неудачной. Мне и в мыслях никогда не было, чтобы обидеть ей якутский народ. Над этим скетчем работала целая команда, поэтому мы приносим извинения всем тем, кого обидела эта шутка. Но обида оказалась настолько сильна, что, несмотря на все это, глава Якутска посоветовал Азамату не приезжать в его город в целях собственной же безопасности. Азамат показал свой уровень юмора, и ему повезло, что он извинился. Надеюсь, мой народ принял эти извинения. Я же, очевидно, сделала об этом человеке выводы. Поделился мэру в недавнем интервью. В общем, шутки на тему национальности, отношений полов, религии. Очень тонкая материя. И видно, что сейчас появился более жесткий общественный фильтр именно в этом направлении, что формирует у нас новую культуру, учит нас уважению. И знаете, я просто каждый раз в таких случаях вспоминаю, что всего-то 10 лет назад у нас на телеке было шоу «Наша Раша», построенное на юморе над Равшаном и Джамшунтом. Ну, как бы вы поняли, да? А еще важный момент. Все уже упомянутые мной звезды все же объяснились и извинились. Это здорово. И это значит, нужно дать им шанс. А как вы думаете, друзья, насколько вообще уместны шутки с подобным окрасом? Почему мы иногда даже неосознанно ляпаем что-то такое несуразным языком? И как от этого избавиться? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. И перед тем, как продолжить, я напоминаю вам, что у меня есть Инстаграм. Да, я там, в режиме лайв, рассказываю вам о своей жизни. Поэтому, если вам интересно, я не только здесь на Ютьюбе, но и в Инстаграме. Welcome. Вот мой Инстаграм. Ну что ж, друзья, а мы продолжаем. И какие-то странные дела творятся. То ли летняя жара тому причины, то ли народ просто устал уже от ковидного напряжения. Но некоторые буквально начинают сходить с ума. Это произошло в московском супермаркете. Покупатель в маске встретил в магазине покупательницу без маски. Отсюда и начался боевик. И пусть в руках у пенсионера не настоящий пистолет, а аэрозольный, но согласитесь, когда тебе в лицо направлено что-то похожее на оружие, невольно становится страшно. Инцидент быстро разлетелся по СМИ. Но чем все закончилось на момент съемок этого видео, было неизвестно. Сейчас уже и не знаю. Но вся ситуация предельно безумная. И главное, не единственная. Вон, в Новоуральске другую поборницу масок взяли, да и высадили из автобуса. А ведь женщина всего лишь обратила внимание на то, что и водитель, и почти все пассажиры не соблюдают масочный режим. Правда, вела на себя, ну, очень-очень настойчиво. А вы потом, когда заразитесь, вы не удивляетесь и не надо жаловаться. Я вас поздравляю. Я тоже делала. Какая аварийная ситуация? Женщина, вы бы молчали, вы без маски находитесь. А вы что меня закрываете ротом? У меня приливка есть. Я отвали от меня. Я еще раз спрашиваю. У меня тоже прививка есть. Вот и отвали от меня. Да не надо сама так разговаривать. Вот и сама не надо. Ваша грубость подается уголовному наказанию. Дети, он едет. Померились прививками, поугрожали уголовкой за грубость, обозвали дебилкой. Тот случай, когда нервишки сдают. Но ссорятся не только из-за масок, еще и из-за вакцинации. Вот недавно московский таксист Алексей демонстративно отказал вести девушку, только потому, что она была вакцинирована. Всем привет, ребят. Сейчас вот на заказ подъехал, хочу эксперимент провести. Посмотреть, сейчас клиент должен подойти. А вот девчонка по-моему идет. А короче, если она сейчас эта самая вакцинирована, я просто не повезу ее. Девушка, я вас хотел спросить, вы вакцинированы? Да, вакцинированы. Тогда вызывайте другую машину, я вас не повезу. Нас не пускают сейчас уже никуда. Ни в рестораны, ничего типа вот как-то, я не знаю, либо нас оберегают, либо боятся. Соответственно, я тоже боюсь привитых. О, красавчик. Вот этот коварный план. Взял и отыгрался на девушке. Отомстил всем вакцинированным. И мстя его была жестока. В комментариях на тиктоке о бации. Слава нашла своего героя. Журналисты подтянулись, публикации пошли. Даже Ксюша Собчак заинтересовалась вроде как. А он взял, да и отказал ей в интервью. Не хочу, мол, общаться с такими, как ты. Я выше этого. Я поначалу вроде бы согласился, потом подумал и все-таки решил, что нет, не стоит она того. Ну и у меня такая же мысль появилась, что если человек берет какие-то там интервью у маньяков-педофилов, то я себя в этот ряд ставить не хочу и не хочу испачиваться об этом делать. Потому что вы мне, как аудитория, дороги. Вот. И я думаю, что вам тоже приятно общаться с нормальным, с адекватным человеком, да, а не который хайпит на всякой фигне. Не хайпишь, да? Угу. Все так и подумали. Каждый сходит с ума по-своему. Спора нет. Но если это профессиональный таксист, а он заявляет о себе именно так, то его поступок более чем неуместен. Кстати, после этого случая им активно заинтересовались в службе такси. Что, не ожидал я, что тот ролик, где я высадил девушку на улицу, наведет такого шороха? Прямо вот со всех сторон и звонки, и все идет. Сейчас мне звонили с компанией CityMobile. Тоже говорят, давайте встречаться. О чем пойдет разговор, не знаю. Возможно, о том, что я сделал. Возможно, о том, мне предложат там уволиться или отключиться от базы, или там поменять точку зрения. Я вам четко говорю, что свою точку зрения я менять не собираюсь. Не похоже, что Алексей вообще все это волнует. А знаете почему? В других видео Леша как бы невзначай упоминает о своем сервисе аренды авто с водителем, где можно смело игнорировать все антиковидные требования и предписания. С реферальной бонусной системой все серьезно. Вот только подключиться к ней можно, естественно, только за деньги. Мы запустили, наконец, приложение. Сегодня они уже вышли в плей-маркете. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе, да? Если нам сказали, что с 15-го числа всех водителей, кто не привит, кто не занес в себя заразу, они отключат от баз, от CityMobile, от Яндекса и так далее, от любых заказов, то мы сделали сейчас свой агрегатор, по которому вы сможете взять в аренду автомобиль с водителем. И по случайному стечению обстоятельств в своих соцсетях он говорит, что может все. И вот сейчас, внимание, занимается таргетинговой рекламой и продвижением. И вот после этого история с девушкой и такси выглядит еще более некрасивой. То ли это мелкая пакость обиженного Лехи, которого не пустили в кафе, то ли продуманный ход по продвижению собственного сервиса. Но в любом случае Алексей представил себя как профессионал не с лучшей стороны. Сядешь к такому в авто, а он тебя возьмет да и высадит. Просто потому, что ему так захотелось. И вообще, как по мне, вот такие войны на фоне прививок и масок между людьми история очень нездоровая. Понятно, что в непростой ситуации сдают нервы. Но давайте все же постараемся оставаться людьми и сохранять человеческое лицо. И снова опрометчивое высказывание. Актриса Анна Хелькевич, которую многие любят и помнят по сериалу «Универ», очень оригинально поздравила всех с праздником Дня семьи, любви и верности. Она выложила вот такое фото. Не пугайтесь, это всего лишь грим, никаких реальных увечий. И под этим гримом и целой серией милых семейных фото в карусели Анна написала. «Вдали от семьи еще больше чувствую важность сегодняшнего дня. Вы – мой тыл, моя опора. А на первое фото – пример того, что будет, если не соблюдать традиции. И смайлик, смех сквозь слезы». И вот тут все, как буддийские монахи, попытались найти смысл. Что она имела в виду? Очень потешное домашнее насилие? А может, это пропаганда как раз-таки здоровых отношений? Типа, как ни изменяй, добитой не будешь. Сложно и слегка непонятно. Ситуация до масштабов скандала вокруг Регины Тодоренко, слава богу, не дошла. Но некоторые подписчики от Ани после такой вот шуточки все равно отписались. СМИ тоже подсуетились. В общем, прикол мало кто выкупил, а дальше всех добил ролик о компромиссах в семье. Тоже, разумеется, юмористический. Милые, а помнишь, ты мне предлагал секс втроем? Я согласна. Вот такие вот компромиссы. Разбила машину, соображай на троих. Видео вышло в рамках развлекательного проекта «Азбука семейных отношений», который Аня ведет вместе со своим коллегой Стасом Ярушиным. Их компромиссы там всякие разные. В традициях анекдотов про тещу. Ты что, мне изменяешь, что ли? Дорогой, ты что? Ты сегодня правильно понял. Как вы могли так подумать о бане? Я все больше шучу, я ухаживаю за собой. Да, другой друг. Хорошо. Вот, давай, давай, еще, 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 ниже. Ага. А, отлично, отлично. И еще. Компромиссы тоже почему-то не всем зашли. Кто-то просто назвал ролик глупостью, а кто-то тонко намекнул, что в каждой шутке есть доля шутки. Конечно, не исключено, что виной всему как раз предыдущая неудачная хохма про домашнее насилие. Но, мне кажется, проблема в следующем. Можете, конечно, со мной не согласиться, но все эти скетчи очень в стиле сериала «Универ». Да и, в принципе, юмора производства камеди. ТНТ. Которые немного не успевают за современной повесткой. И поэтому временами впадают в сексизм. Сейчас молодому поколению, которое борется за равноправие и здоровые отношения без абьюза, немножко неловко и даже противно смотреть шутки про блондинок и мужей-тиранов. Такой формат отношений не то, что не смешит, а даже расстраивает. Отсюда и такая неоднозначная реакция. И даже мне становится как-то не по себе. А вам такое зашло? Нет? Тоже напишите обязательно. Ну что ж, друзья, на этом сегодня все. Мы с вами прощаемся совсем ненадолго. До следующего видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok